всем привет вы на канале тыковка tv и сегодня я снимаю обзор моих игрушек как приучить дракона и вы наверное думаете что за приучить дракона и что это за драконы вообще такие откуда у меня они есть хочу вам сказать что на самом деле моё хобби это конечно мальта пони но больше всего я люблю вот этих драконов я с детства не увлекалась и конечно извините меня я буду заранее за то что так долго не выпускала видео у меня дела школа поэтому ну просто время не хватает и сейчас я буду рассказывать про каждого из этих драконов у них очень много даже не могу сосчитать очень сразу много и так как я ими увлекал с детства половину деталей или половину драконов к сожалению могут быть или сломаны или детали потеряны и первым драконом будет о котором я расскажу беззубик это мой любимый дракон вот этот беззубик у нас стреляет как бы вот вот он стреляет вот такой как стрелой это мой второй беззубик у меня их два вот он вот так вот ну как нагибается вот за лапки его можно так вот делать и он как стреляет так у него еще открыли вот они махают так можно взять например в такое положение крыло и пожалуйста не обращайте внимание на вот это произвольное творчество то что я была маленькая хотела себе налепить на дракона чтобы они были похожи на настоящих дать поставил много еще один дракон это у нас вопль смерти вот у него функции это вот надо этот как рычажок вот так вот вверх и он открывает свою пасть вот видите вот мы тянем этот рычажок и вот дракон пасть открывает свою вот к сожалению курильями он не махать но они у него пластичный угнуться но лучше не гнуть это сломается и кстати вот у него еще есть преимущество вот у него хвост можно выражен в разные положения сайт потому что он мультики так делает вот у него так хвостик может загибаться вот он красавец так еще покажу вот этого дракончика это древорубь если не ошибаюсь да у него функция вот крылышки вот так вот сгибается разгибается во все стороны и вот там они вот как будто он деревьев срубает сейчас вам еще покажу надо за хвост потянуть вниз у него крылья как будто сгибать деревьев там какой-то не знаю там я не помню какой дракон он из класса что ли когтевиков когтевиков я уже не помню просто давно не смотрел мультик вот древорубь так давайте дальше вот про этого дракончика это у нас дракон я не помню какой зовут но я помню что он точно был во второй части это очень помню у него так вот глянется хвостик еще у него четыре крыла вы думаете что два на самом деле четыре вот видите маленькие надо за лапки так вот потянуть и он ими махает это еще не все функции вот у него это стрела она вот смотрите сейчас я вам покажу что было вот она стреляет тоже так давайте его поставим обратно так сейчас вам расскажу про вот этого гигант этому самый большой дракон и мне он очень нравится это какой-то король драконов он точно был во второй серии я помню он какой-то там злодей что ли а еще это такой ледяной король еще и с ним наборе шел вот этот маленький беззубик меня получается 3 беззубика на самом деле мне 4 так как я вам в следующем видео еще покажу обзор на мои игрушки каплющие драконы из макдональдса я их все собрала ну я же их очень любила вот у него крышки могут тоже гнуться так но лучше их не сгибать и вот сам гигантский дракон вы посмотрите как он большой мне очень нравится он издает звуки но у меня батарейки просто сели я если найду батарейки я могу в следующем видео про игрушки с макдональдса показать тогда вот смотрите видео тут такая как незаметная кнопочка на нее надо нажать и он стреляет вот такой вот как льдышкой он же ледяной король еще у него руки могут вот так вот сгинаться так вот так вот так вот сгинаются него обе руки а еще тут и специальная ручка чтобы удержать вот например мы его хотим взять и вот надо нажать на вот это тоже рычажок он поднимает голову и издает звуки и когда стреляет он тоже издает звуки и еще у него хвостик двигается вот там под хвостиком как раз вот отсек куда батарейки надо чтобы он рычал если у заход дёрнуть он тоже будет рычать но ведь он меня не рычит у меня батарейки уже сели у него так это я сейчас ставлю это у меня было набора с вот таким миниатюрным беззубиком и с королем я не знаю но он продавался кстати недавно когда вот этот мультик выпустили эти игрушки выпустили а это самый раритетный дракон и он мой самый любимый наверное потому что он самый раритетный я еле нашла вам правда он такой редкий это гром гильда это змеевик у нее махают крылышки ну а не так делает хвост у него ничего не делают просто такой хвостик она может вот так вот открывать рот и в виде вот у него я покажу вот так вот видите светится вот она еще крышками махает вот это гром гильда и поставьте лайк если вам нравится моя вот редкая гром гильда то что я ее я и правда еле достала у меня была последней но я с таким трудом нашла и так радовалась так поставим гром гильду на место и дальше вам скажу о этом драконе это у нас кривет ну по-английски вы наверно часто слышали но если вы знаете драконов то и он за вас скриллом мне привычный конечно скрилл потому что мне так нравится и вот у него немножко у меня там упасть так подлом на так все нормально он вот так вот стреляет такой как сейчас вам покажу вот это молния он стреляет молнии поэтому такая вот желтая штучка еще он крылья складывает вот так вот и когда нажмешь на кнопку вот видите не у него вот я вам покажу вот вот хвост у него можно просто так вот пиум пиум а так он не функциональный может сказать вот это скрилл так сейчас вам расскажу о моем самом первом драконе это кипятильник у меня в хорошем состоянии сохранился вот если нажать на эту кнопочку он будет махать крылышками и еще он может ну плеваться водой я сейчас показывать ему ну потому что я тут весь стол я просто покажу вот как надо вот опускаешь опускать его воду так вот головой он всасывает воду и вот так вот стрелять у нас водой стреляется вот мы пену я была тоже очень рада купить так что поставьте лайк то что это мой первый можешь сказать экспонат в коллекции так дальше мы скажу про вот этого дракона это у меня если я не ошибаюсь это какой-то там барс и вепр вот это барс это вепр и этот дракончик пристеголов вот у него функция вот видите такие как две пимпочки вот раз и голова вепре она вот так вот двигается он может так как будто водичку пить а это барс он тоже так умеет за эту пимпочку а это большая помогает им крыльями махать тоже функциональный дракон с хвостом у него можно так погнуть конечно вот так он не функциональный и наверно мой любимый закон тем что он очень хорошо стрелять мне можно играть стрелял я почти всегда с ним играл какие-то стрелялки там ну например вот кто-то там не знает каким пистолетиками а я с драконом хожу вот этот дракон это какой-то я забыл а торнадо торнадо вспомнила торнадо вот торнадо от его имя дракончик такой у него видите какая крышка это отсек для вот этих пули сейчас вам покажу как ну они стреляют так главное чтобы камеру не отлетел так так раз видели два бедный дракон и вот это он так стреляет вот как игры как пулями каким-то вот я вам покажу одну такую вот пулю вот она их всего три часа покажу нас два так вот все три пули сейчас я их обратно сложу от и однажды потеряла у меня не будете так вот у него еще крышку так вот могут гнуть там вот не знаю так вот крылышки и кстати я хотела сказать у него хвост принципе не функциональный но когда стреляешь надо оттягивать хвост назад поэтому вот так вот так еще один мой дракон мне он тоже нравится кстати поставьте лайк то что не за мне нравится так это криво клык него должна быть на крышка такие как специальные как-то называется не знаю как как таблетчики если можно выразиться вот как у него только такого коричневого цвета и с прорезами этих штучек это криво клык у него принципе ну рот не открывается хвостик вот так вот может гнуться у него вот что я недавно открыл него вот так вот лапки могут вот раз раз сгинаться мне это нравится еще у него могут сгинаться так вот крылья сейчас я покажу от него а так и когда ты эти пимпочки вот ну не знаю там посадки то он вот так вот может ими стрелять вот на одна лапа нажать и бамс и они отлетают эти пимпочки еще у него что у единственных драконов наверно может нет у него крылья могут сниматься я сейчас не могу вам показать но они правда снимается видите вот тут такое как крепление вот оно позволяет вот как снимать эти крылья например у вас мало места в какой-то там не знаю коробки вы можете ему аккуратненько снять крышки положить его потом обратно прицепить так сейчас дальше вам покажу это еще один беззубик он у меня самый может сказать старый беззубика потому что вы посмотрите какой у него крыла нет я сломала так жалко его тебе не починить никак эту пластилином пробовал вам нет еще у него совсем не работает ничего даже вот стрелять функции вообще прям я могу только сама вытащить и она видите даже еле вытаскивать вообще ничего не работает у него хвост у него тоже весь заклеен вообще мне он нравится этот беззубик тем что он такой как у него много функций на самом деле ну мне кажется для беззубика я хочу еще одного себя приобрести беззубика вы как раз можете на 8 марта посмотреть как я буду может быть открывать беззубика или какой-нибудь дракона обзор так ну это мой принципе любим безумик знаете почему ну потому что вот этот он мне конечно очень очень нравится просто у него положение как бы не стоячий мне больше нравится это тем что вот он ведь он может вот стоять с помощью лап даже на руке вот это его как преимущество и это была вся моя коллекция моих любимых драконов и напишите пожалуйста комментариях нравятся ли вам эти драконы и ну не знаю есть ли у вас эти драконы и снимать ли мне про них дальше какие-нибудь сериалы я не знаю но хочу вам сказать что у меня вообще сюжет игры в детстве был такой я конечно до сих пор играю вот например вот эта вот девочка лего это ее зовут кейт по-английски девочка кейт вот я играл как будто эти девочки как на них летают вот это ее как раз дракон как будто вот так сажаешь и они летают поэтому если хотите чтобы я снимал какие-нибудь сериалы напишите в комментариях я могу снимать а в следующем видео я прожил обзор своей коллекции из макдональдса и всем пока вы были на канале тыковка которая подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и смотрите мои видео всем пока 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 пока